Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире. На этой неделе, как мы знаем, состоялся пикет пенсионеров. Мы знаем, что за этим последовало. А также на этой неделе мы узнали, что подготовлен иск в Конституционный суд. И его основная цель – восстановить справедливость по отношению к так называемым кризисным пенсионерам. Я думаю, те, кто следят за политическими новостями, наверное, в курсе, что с 2009 по 2011 включительно был применен так называемый отрицательный коэффициент при расчете пенсий вот тем людям, которые уходят на заслуженный отдых. И в результате пенсия этих людей сократилась, стало меньше на 21-24% по сравнению с теми же пенсионерами, которые ушли до кризиса или после кризиса. Вот это явная несправедливость. Подготовлен иск. Один из инициаторов этого иска – секретарь президиума Сейма и депутат Сейма, который долгие годы работает в комиссии по социальным делам. Андрей Клементьев у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый. Я так понимаю, что все-таки прозвучало обещание, которое даже было зафиксировано в законе о пенсиях, что все-таки какой-то перерасчет пенсии будет. Тем не менее, вы решили подать иск в Конституционный суд. Почему? Ну, вы помните, какая была атмосфера на последнем заседании уходящей сессии в парламенте перед каникулами. Это было весною. И когда расплавили закон о государственных пенсиях, то внесли поправку в последний момент. И то под давлением народных масс, которые обещали выйти непосредственно в день инаугурации президента к парламенту. И объяснить, что у нас все-таки летом надо заниматься прежде всего не торжественными отмечаниями нового вступления в должность нового президента, необходимо заниматься социальными проблемами. И после того, как мы обещали поддержать эту акцию, и после того, как другие социальные партнеры присоединились к нам, то тогда Карль Шадурский дал добро, как глава бюджетной комиссии, на то, чтобы внести в закон нехарактерную норму, так как она не прописывает четкой формулы компенсации, а всего лишь прописывает обещания Комбинет министров разработать правила на 2016 год для того, чтобы компенсировать людям, которые ухудшили на пенсии после 2009 года, на пенсию, и тем самым не получили пенсию в полном объеме. Там такая интересная ситуация складывалась, что во время дебат многие депутаты в том числе от единства говорили, что это пустое обещание, что нет под ним никакого финансового подтверждения. Вы помните, премьер, который публично заявил, что он ничем не обещал, хотя как раз риторика была такого, что необходимо выполнять обещания, которые даны были в декларации правительственные и так далее. То есть у нас очень жестко шло то весной, и в результате мы приблизились к новой сессии, то есть мы начинаем работать с 3 сентября, но в бюджетных поправках я не видел реального инструмента компенсации, многомиллионного, так как это все-таки около 5 миллионов будет, эта поправка должна под собой иметь финансовую поддержку. Не видел я такой программы, поэтому я выполняю свои угрозы, которые дал нас трибуна парламента, и обещание избирателям, что если правительство не разработает реальную схему компенсации к сентябрю, то мы в начале сентября подаем риск в Национальный суд. То есть фактически это такая вот, ну, угроза истокмовская, да? Это не угроза, это да, это просто поставить правительству не только задание, но непосредственно при неисполнении этого задания проверить, только мы парламентская республика, и они должны были четко отреагировать на тот месседж, который дали все депутаты, так как поддержали этот законопроект все. Это не отменяет компенсацию, она действительно будет, пока непонятна формула, это будет компенсация для людей, которые получают или маленькие пенсии, или для тех, которые уходили в определенные годы на пенсию, в любом случае это будет еще в сентябре-октябре доработано, но что касается нашего риска, значит, что нового внесли, напомню, что этот иск 11 был уже отклонен Конституционным судом, мы его переработали полностью, мы оспариваем три нормы, то есть, точнее, мы оспариваем одну норму, как раз этого индекса негативного, который повлиял на пенсии, но мы его оспариваем через три основные статьи Конституции, то есть 91-ю, это коротко, да, чтобы не было занудно, 91-е это равноправие, 105-е это право на имущество, на собственность, и 109-е это о том, что государство должно обеспечить грамотную систему социального благосостояния, страхования, то есть третья норма, то есть я только в двух словах, чтобы не возвращаться, значит, что по поводу ворноправия, у нас получается четко, что спасали бюджет государственный в кризисные годы, люди, которые выходили на пенсию после 2010 года. То есть фактически за них, они спасали бюджет. Да, то есть 107 тысяч человек сегодня реально получают на 21-24% меньше пенсии, потому что их заработанная пенсия была умножена на негативный индекс, и тем самым появились... Ну, то есть фактически в какой-то степени их обокрали, если так говорить. Ну да, то есть им обещали, что если они будут платить налоги и будут накапливать своим страховым фонде деньги, то они получат в полном объеме, но в один момент почему-то полиция решила, что можно три года подряд поставить негативный индекс, умножить, как говорит законно-математика, умножить этот индекс, мы получили пенсию на несколько процентов меньше. Ну мы знаем, что в бюджете образовался излишек средств в социальном. Совершенно верно, 370 миллионов сегодня. 370 миллионов, и я так понимаю, что если так дальше пойдет, к 2020-му, по-моему, будет миллиард. Совершенно верно, будет миллиард. Хорошо, почему же нельзя вот какую-то часть из этой суммы действительно пересчитать вот этим пенсионерам, незаслуженно обиженным, да? И решить эту проблему. В чем проблема? На этом базируется как раз и весь наш иск, где мы четко описываем ситуацию, что необходимо, согласно нашей букве конституционного права, все-таки учитывать интересы каждого человека. Возможно отклонение от интересов каждого человека, если поставлен интерес на общество. В данном случае, мы говорим о том, что в данном конкретном эпизоде по отношению к пенсионерам поступили не в интересах человека, не в интересах общества, так как если мы спасаем все-таки страну, то должны были следары нести ответственность все, а не конкретно 107 тысяч человек. И поэтому в данном случае мы отталкиваемся от буквы конституции, что главное человек, а не бюджет. И если мы спасаем бюджет, то мы должны его четко разделить следарами уже всеми. Пенсионеры сегодня находятся в самом уязвимом сегменте. Согласно статистике и последним исследованиям, у них риск стать бедным или попасть в категорию не социально защищенным возрос за последние годы с 29 до 51%, если он живет пенсионер один. Если он все-таки живет в семье или у него есть дети, то эти риски у него возросли за последние годы 17% до 27%. То есть в любом случае здесь нарушается право конкретного человека, пенсионера, человек, который старше 65 лет и пытается спасти все его... То есть за счет него, за его счет накопления пытаются спасти государственный бюджет. То есть это идет в раздрес конституции. Я очень... Вот эта новая идея, которую нам подказал и юрист, мы работаем с партнерами, с департаментом Кудрисом и Судорубой. Это заявление не только согласия, но это будет как раз иск от двух оппозиционных партий. И сегодня... Практически, да. Сегодня я по поводу 105-й конституции по поводу собственности. Дело в том, что конституция защищает право собственности. А вот эти пенсионные выплаты, это и собственность пенсионера. Я обеясь, мы называемые платим налоги, то есть здесь они накапливаются в определенном фонде. И у нас с вами принцип солидарности первого уровня, второй накопления, то в любом случае наша же собственность. И искусственно уменьшать эту собственность, умножая ее на негативный индекс, то есть на цифру 0, что-то, естественно, это покушение нашей собственности. Очень хороший юрист преподнес нам новый взгляд на Конституцию. Я надеюсь, что его примут к рассмотрению. Я очень надеюсь, что мы его выиграем. И для того, чтобы как бы отомстить тем людям, которые принимали решение это, и для того, чтобы установить полную справедливость. А я слово отомстить не зря использую, потому что у меня постоянно, после заявления судебного, Теса Бусарка, омбутсмена нашего, о том, что здесь он видит проблемы. Мы постоянно поступили в контакт с Министерством благосостояния, пытались мирным путем, без судебных исков это решить. Они как раз говорили о том, что они найдут в течение полугода инструмент для того, чтобы установить справедливость. Это дело затянулось, мы разорвали свои отношения, поэтому мы пошли на падение, поэтому как урок им мы требуем возместить весь ущерб, то есть все невыплаченные деньги, эти 27% с каждого пенсионера, которые попали под эти репрессии, я скажу, которые были уменьшены с пенсии, с момента начисления. То есть мы не только требуем в кратчайшие сроки, то есть в течение одного года их пересчитать, но мы требуем еще рассчитать о том, что сколько было не выплачено этим людям. Такой претендент в Конституционном суде был. Я напомню, что когда Домровский отобирал 10% от пенсионеров в кризис, то Конституционный суд вынес решение не только восстановить в полном объеме пенсии, но и вернуть то, что было удержано незаконно. И в течение года эти деньги были возвращены пенсионерам. Поэтому в данном случае, опираясь в том числе на претендент, мы требуем перерасчета и требуем как раз возврата. То есть практически есть идет и о компенсации тоже. Что не будет такая ситуация, что все, что было раньше забыто. Да, да. Дело в том, что я тоже понимаю возможности бюджета. Я тоже понимаю, что нет сегодня таких возможностей у бюджета. Но вы знаете, все должно быть по-человечески. В данном случае этим людям не возвращали на протяжение уже 3-4 лет после констатации этой ошибки деньги. Они терпеливо ждали и верили правительству. Их обманули. Поэтому я считаю, что у них есть моральное право через Конституцию, через депутатов, своих представителей потребовать не только восстановление справедливости, но и возврата ранее невыплаченного. Вот такие новости. Это к тому, что пикет был неудачный. И вы обеих встретили, выделили, что очень мало пошло людей. Ну, скандал был по другому поводу. Но если бы... Здесь главное то, что индексация в октябре будет. И очень маленькая. Она будет около 4 евро. Это не компенсирует. Это 5-й сезон, ничего. И удержание жизни не компенсирует. Мы прекрасно это видим. И не подержание лекарств. Ничего. И поэтому, если бы, конечно, пришли бы хотя бы эти... Десятая часть, подписали этот иск. То есть подписали 70 тысяч. Ну, не иск, а расстребование к парламенту о смене формулы на индексацию. То, конечно, был бы другой эффект. Но, понимаете, здесь тоже руководство Федерации пенсионеров поступило странно. Они привели их... Это мероприятие в среду, когда прекрасно депутат Сыныч знал, что это не рабочий день для депутатов. Как раз в августе. И если он, конечно, хотел не просто сделать пиар с госпожей Мурницей, с передачей и фотографированием с папками, то он это сделал бы в сентябре, в начале сессии, как раз 3-го числа, собрал бы людей, и, возможно, потянулись бы и регионы. Возможно, когда неудачно все это сделано. Ну, мне кажется, саботаж такой мягкий. Поэтому не может депутат одновременно быть в правящей коалиции, представить интересы пенсионеров и еще и находиться в одной партии с министром благосостояния. То есть здесь такой комплект странный. Или ты должен предоставить свою деятельность вообще-то организация, которая критикует власть. Или должен выйти из коалиции. Ну, в честь-то, он в случае очень странный. ситуацию с беженцами, когда представители национального объединения монтировали кабинет министра, выступали против собственного правительства. Ну, мы с вами давно в бизнесе, мы прекрасно помним, как это сделали Тауцпартия. Нет, Латвия Стрельдж против Тауцпартии. И на следующих выборах Латвия Стрельдж уже не был в парламенте. То есть, естественно, какие-то такие вещи, конечно, не являются самоубийственными для любой политической организации, которая протестует против собственного правительства, но не хватает воли, силы и желания покинуть так нелюбимое им правительство для того, чтобы продемонстрировать свою волю или, как бы сказать, позицию по этому вопросу. То есть, мы потестовали сами против себя и потом продолжаем с ними работать. У нас много звонков. Давайте мы еще успеем на первой части принять звонки. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Хотелось бы спросить, уважаемого господина Клементьева, почему он застыкнулся на пенсионера. Хочу напомнить, что когда Домбровский протянутый рукой бегал по всему социальному бюджету, обокрали не только пенсионеров, но и мамочкины зарплаты. Значит, женщина работает, платит налог, уходит в декрет. В зависимости от ранее уплаченного налога ей начисляется в первый год жизни ребенка пособие по уходу за ребенком. И когда верстали резидентный бюджет, назначили с потолка взятую цифру 11 лат в день, то есть 330 лат в месяц, вне зависимости от ранее уплаченной суммы налогов. То есть был договор с человеком о налогообложении, который заплатил государству свою собственность, как вы только что сказали, в виде налогов, которые накапливались, социальный бюджет. И правительство с задним числом изменило этот договор, забрав у молодых матери эти деньги, которые никому никогда не были компенсированы, и даже речь об этом не идет. Вот что странно. Спасибо. Да, я помню эту систему. Я сам попал под изменения, как раз у меня были удержаны тоже средства, которые полагались как раз на это пособие. Я прекрасно понимаю. Просто дело в том, что, понимаете, когда мы подавали иск по пенсионерам, там, естественно, была проблема такая, знаешь, такая кровоточивая. То есть 550 тысяч людей и так далее. Я прекрасно понимаю, там были много ограничений, там был специальный закон, напомню, который ограничивал право получения. Да, если у нас будет материал, то мы не исключаем возможно, что можем вернуться к этой теме. Конечно, когда уже много времени прошло, да, и я думаю, что нравится кому-то захочется тратить время на судебное разведительство, но если есть желание, то да, то можно заняться этим вопросом. Единственное, надо рассчитывать на то, что этот процесс будет очень долгий. Да, вот сейчас, как мы знаем, происходит подготовка бюджета, все это за закрытыми дверями, дверями точнее, но есть четыре сферы приоритетными, которые назначил премьер-министра, обозначил, да, это, естественно, оборона, внутренняя безопасность, здравоохранение и образование. Значит ли это, что социальная сфера ничего не получит дополнительно, а еще будут сокращены, вот, расходы на министерство благосостояния сокращены? Так я понимаю. Ты понимаешь, сегодня поднялась интересная такая тема, наконец-то пытаются пытаются ввести систему прогрессивного налогоболожения. То есть, сегодня пытаться будут, наверное, большие заработные платы, которые раньше находились вне зоны достигаемости, то есть, напомню, что у нас после 48 тысяч 500 в год не платят социальный налог, пытаются сейчас как раз за счет этой сферы, за счет ресурса обложить дополнительным налогом и деньги попытаться изъять. Планируется, насколько я слышал, от Шадурски порядка 40 миллионов. И за счет вот этого они пытаются, конечно, эту тему и решить. То есть, ту, которая сегодня у нас в повестке дня, это обороны и так далее. Что касается социалки, то тут не будут введены не новые проекты, будут введены те проекты, которые как бы запущены, которые уже прописаны законом. То есть, естественно, никто не будет сейчас в сентябре менять какие-то обленные законы для того, чтобы поддержать бюджет. Я считаю, что сегодня очень востребованы деньги в медицине и у Белевича есть взгляд на обновление системы. И поэтому я вообще хотел бы, чтобы эта система была бы поддержана. То есть, сегодня благосостояние, оно очень честно с здравоохранением и проблемы людей, которые находятся на пенсии, они очень тесно связаны с здравоохранением, чем медицина, чем качество услуги возрастет, тем меньше, возможно, потребуется на другие параллельные проекты, связанные с выплатами инвалидности, компенсируемым лекарствам и так далее. То есть, в любом случае, в данном направлении я поддерживаю как раз здравоохранение и потом благосостояние, потому что одно из другого текает. Но действительно, будут введены новые налоги, к сожалению, они коснутся почти всех сфер, это не очень хорошо, эти деньги будут, скорее всего, акцизы, особенно на топливо, это значит, по цепочке ударят по всему. Ну, насколько я понимаю, что они будут так введены не радикально, да, то есть, скорее всего, это будет в пределах двух-трех сантим, при нынешней цене на нефть, на баррель, возможно, мы это не почувствуем, но я считаю, что нельзя подгонять под цены на нефть мировые нашу налоговую систему, то есть, правильно говорят работатели, правильно говорят работающие, что должны быть налоги, как минимум, прогнозируемые на пять лет, то есть, любые изменения от акциза до подохода налога должны меняться только через пять лет после идеи или принятия решения о том, что они повысятся, для того, чтобы люди могли подготовиться и выйти на какие-то обленные экономические показатели. Каждый год, а то и каждые полгода меняется налоговая систему. Я напомню, что обещали же, обещали постоянно снизить налог подоходный, у нас в планах было снижение подоходного налога до 20%, сейчас оказывается, что нет возможности, напомню, что у нас очень высокий налог подоходный, он, по-моему, самый большой в Балтийском регионе, так что здесь как раз полиция-то пошла по не очень хорошему пути опять собрать деньги у как раз тех отраслей, которые еще пытаются как-то выжить и поддержать своих работников. В данном случае неоригинально они поступили и от нового министра РЭРСа, который, по-моему, первый бюджет делает свой, новых идей мы не увидели. Да, к сожалению. Сейчас мы прервемся на новости рекламы, во второй части продолжим обсуждать актуальные социальные темы и не только, которые на этой неделе происходили. Оставайтесь с нами, Андрей Клементьев на студии «Напомни депутат парламента». Мы продолжаем, вот прям в эфире Андрей Клементьев на студии и депутат Сейма, который работает в комиссии по социальным делам. Но пока это еще не стало социальной проблемой, но, видимо, скоро станет. Это беженцы каждый день об этом говорят и вот уже которую неделю, хотя еще ни один беженец по этой программе принятия не приехал. Но вообще понятна реакция людей многих, не потому, что им там не нравится цвет кожи беженца или, не знаю, его родной язык или цвет паспорта. Просто мы смотрим на эти данные, которые публикуются и мы видим, что пособия на одного беженца предполагается больше, чем вот у тех пожилых людей, которые вчера пикетировали, позавчера, я извиняюсь, пикетировали парламент. Ты понимаешь, дело-то в том, что мы прекрасно понимаем, что 250, которые мы примем, это не решена проблема. Так как мы видим и в новостях, и в Греции, и особенно и в Италии, и сейчас Греция больше на островах, это тысячи, это сотни тысяч в конце концов в конце концов может оказаться и не Германия, а уже о каком-то миллионе, которые они могут принять в конце концов в этом большом кризисе. Дело в том, что необходимо Евросоюзу и американцам решить проблемы по-другому. Необходимо создать или помочь создать условия, при которых беженцы не покидали свою родную территорию. Сегодня, например, в Евронию сказали, что работают специальные агитаторы, которые пытаются договориться с беженцами самостоятельно вернуться на родину. Ты понимаешь, если они уже покинули свою страну, значит, не продали все и пытаются выжить. Значит, необходимо в всех этих странах, откуда беженцы, по большому счету создать какие-то экономические возможно инвестиционные проекты, при котором беженцы остались в той стране. То есть они бегут действительно для того, что они хотят жить в Германии или в Англии. Они живут, потому что нет никаких условий жить у них на родине. Поэтому я думаю, что мы не должны принимать сегодня ни 250, ни 1000, так как это не решить проблему, а попытаться решить проблему совсем по-другому. То есть создать вменяемую экономику на тех территориях, с которых бегут люди. Очень сложно, так как на этих территориях происходит война, значит, необходимо найти тех реальных заказчиков, этих вооруженных конфликтов, найти и как раз там развернуть всю свою мощь вооруженного нашего кулака для того, чтобы остановить эту волну беженцев. Так как Греция в любом случае не сможет всех удовлетворить всех беженцев, Италия сегодня находится в очень бесстном состоянии как раз по островам. То есть мне коллеги рассказали, что просто из тех прекрасных греческих островов, где люди, проводя отпуска со всего мира, сегодня уже выглядят так, как страшный фильм, когда коренного населения меньше, чем людей, которые приехали на непонятных лодках к этому берегу. То есть в любом случае это подорвет и так слабую экономику Греции. Все-таки туризм у них это довольно существенная доходная часть бюджета и навряд ли не смогут выплатить пособия и помочь этим людям. Так что не важно, сколько мы готовы сегодня выплатить беженцам. Важно, что будем делать после того, как мы примем эти 250. А если мы говорим о переговорном процессе, то, понимаете, дело в том, что Европейский Союз пытается квотного перераспределить этих людей и не предлагает ни одной из стран реальную модель занятости. Если бы, например, к нам прислали бы 250-300 беженцев и если бы под них дали бы возможность войти в какой-то из рынков, например, условно автопром, то есть мы вам даем цех, где могут работать 300 человек, деталь, которые будут приобретать один из гигантов автоконцертов, то я понимаю, к чему это. Мы и так сегодня не можем вернуть своих людей, которые выехали, 350 тысяч за пределы, то есть из-за отсутствия нормальной заплана и условий труда, так мы принимаем себе еще кого-то. Я не против, я не вяюсь расистом и так далее, но я должен четко видеть, если я кого-то привожу домой, что ему будет что делать. Самое главное, чтобы эти люди не стали здесь просто датируемым каким-то а вот это заявление все-таки Ламбер о том, что это одноразовая акция, но вы же давно в политике, Андрей, как-то мне не кажется, что если мы говорим о тысячах беженцах, которые ежедневно поступают в Италию и Грецию, и нам говорят, что 250 и на этом все. Я говорю, что немцы сегодня совместно с Бельгией говорят о миллионах уже, они говорят реально о том размещении и перераспределении этого миллиона по территории Евросоюза. Мы прекрасно видим, что происходит на границе между Францией и Англией, как набеги на фуры и так далее. Это же вообще какой-то ужас. Там, оказывается, страдает и бизнес, который занимается переводками. Оказывается, если беженец попадает в фуру, то есть взламывает пломбы, излезает в эти незащищенные машины, так как никто не думал, что их взламывать будут по ходу движения, то весь груз по санитарным нормам необходимо списать. Трогал он там, что-то не трогал, но в любом случае, я знаю, что и наша латвийская компания попала под такую же неприятность, когда одна из шоколадных фабрик везла груз из шоколадных изделий, в нее залез беженец, который попытался, его нашли и пришлось утилизировать весь груз. То есть, скоро страховая компания перестанет платить и страховать эти случаи и в любом случае, это опять грозит экономическими потерями для предприятий и для экономик Европы. А ситуация такова, что на те налоги, которые платят сегодня в Европе, содержать многомиллионную армию беженцев, навряд ли есть возможность. Поэтому необходимо повлиять на эти вооруженные конфликты, реально повлиять, то есть, мы прекрасно понимаем, кто заказывает музыку и почему это происходит, и повлиять на те экономики, которые допускают такую лавину. Если если все социально не приобретенные страны пытаются найти место в Европе, то скажите, европейцам не будет места уже на этом континенте. Да. Еще один вопрос, который я хотел задать, все-таки возвращаясь к этой социальной теме, что вообще правительство на ваш взгляд будет делать в социальной сфере или ничего не будет делать? Я думаю, что у правительства сегодня проблемы, так как они видят, что все-таки, несмотря на все заявления министров на странах дел, существенно повлиял на доходную часть бюджета и как раз на налоги кризис с Российской Федерацией, то есть, ведение этого эмбарго и так далее. Мы прекрасно видим, что ситуация складывается неблагополучно, что нет возможности нашему бизнесу найти новые рынки реализации за пределами традиционных партнеров России, Белоруссии, Украины, что наши предприятия, даже если находят какие-то рынки, то они ничего не покрывают того спроса и тех традиций, которые у нас уже на протяжении последних десятилетий. И тем самым бизнес уходит из Латвии, из этих ниш, и тем самым появляются новые проблемы с трудоустройством и проблемы стилизации продукции. То есть здесь в этих сложных условиях скорее всего практически не сможете позволить никакие новые проекты. Единственное, я знаю, что у нас есть постоянные радиослушатели, которые звонят в эфир и говорят по поводу закона об выслуге лет для работников, работающих на медицинском транспорте для скорой помощи. Закон принят, как я обещал, я докладываю, что закон принят. И уже вступил всему экипажу, от водителя до врача будет сейчас возможность отработать. Ну, по-моему, справедливо, работа очень тяжелая. Да-да-да-да-да, просто было очень много вкипсиса высказано в эфире. Несмотря на то, что я говорил, что законотворчество это сложный процесс, он может годами идти и здесь как раз за неполный год все-таки закон доверит до подписи президента и теперь еще одна категория лиц будет иметь право выход на пенсию досрочно, при том, что они все всю жизнь отработают трудовую, трудовую жизнь отработают как раз в рамке этой службы. То есть мы как пациенты, как клиенты от этого выиграем. То есть уровень обслуживания на скорых помощях после этого введения новой социальной гарантии возрастет. Конечно. Вот еще один вопрос. Вы все-таки давно в политике. Что будет с правительством? И что изменится, если вместо Лаймдата Сталлима при той же коалиции будет другой премьер-министр? Мы даже знаем главного кандидата. Ну, здесь, понимаете, здесь у нас в Латвии немножко в политике, знаете, как в пруду, к тому, очень мелко. Очень мелко. Да, очень мелко. Если кто-то спотыкается на краю пруда, то весь пруд об этом знает. Поэтому я думаю, что те события, которые произошлись во время пикета, они тоже повлияют непосредственно на расклад сил и на будущую коалицию. Есть желание оппозиции войти во власть. Здесь, конечно, неплохие шансы есть у двух малых партий. Это партия Судоруба и регионы. Они активно пытаются доказать свою лояльность госпоже Аболтыни и, я думаю, и Лаймдоти с вами и другим людям, которые понимают решение, о чем по кабинету, вывести из состава национального объединения. Нас это устраивает, если национальное объединение покинет коалицию, они действительно ведут себя очень деструктивно и от них только проблем в экономике, их законопроекты и понятия отношения к людям, к нашему разбирателю и к нашему участию в законопроектах очень негативные, поэтому мы как бы не против. Но, видя то, что единство сегодня находится на грани распада, и сегодня об этом заявил и один из лидеров Калниет в утреннем эфире на лосяйском телевидении, что только восемь депутатов отвечает, из 23, по-моему, отвечает ее стандартам. То есть, это говорит сама же однопартийство. То есть, фактически единство в кризисе. Да, я думаю, наши рабочие слушатели на саммите мало интересуют нас. Проблема единства. Но, в любом случае, этот кризис правящей партии возможно и не даст возможность сформовать будущее правительство. То есть, нет желания сегодня и нету 5-7 министров, которые могут номинироваться, чтобы сменить этих нежительных людей, как наш премьер или министр финансов. У нас много звонков, аж по двум линиям будем их принимать. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, наши государства построены на том, что людей обманывали, поскольку есть у нас сын латышки и моряка Андрей Пантелеев. Он сразу сказал, что мы сознательно пошли тогда, когда государства как раз сегодня у нас этот день организовывался, когда государство организовывалось или раздалось, мы сознательно пошли на обман русского населения. Бог с ним. оттуда. Также было, когда госпожа Кални ездила, рассказывала, как мы будем жить, пенсионеры наши латвейские будут жить, как в Европе живут, это тоже одна из очередных обманов. Но вот меня что интересует, чисто вот такой сейчас, чисто практический вопрос. У нас замечательный новый президент, на которого надежды все возлагают, вдруг взял при живой королеве, объявил, что следующая королева будет Солвита Абболтонет. Не поторопился ли и не случится ли так, что и авторитет нашего замечательного президента вдруг резко снизится. Спасибо большое. Интересный такой вопрос по поводу... Дело в том, что я помню, как приходил действующий премьер к власти. Я напомню, что отказался продолжать свои полномочия. Вауды из Домбов в момент. Долго искали тоже. после посещения президента. И все понимают, что президентура очень сложная, будет, нет времени переформировать правительство, необходимо просто взять одного из министров, назначить его премьером, и он, чтобы довел ту линию, главную нашу миссию президентства до финального конца. и здесь... Довел. Довел, да, и мы прекрасно понимаем, что Лаймд это был такой не тоже критичный манитер, он был бы человек, который просто доводил президентуру до финала. Президентуру закончил, естественно, что президент говорит, что в связи с тем, что программа минимум выполнена, а максимум не разработана, давайте сделаем... Объем. Да, совершенно верно, и это... Если мы полгода обратно говорили о том, что мы будем вести себя на международной арене, как страна президент, то здесь необходимо уже заниматься другими вопросами, как бы и налогами, видите, и здравоохранением, поэтому... Ничего не решается, зарплата учителей не решена, здравоохранение не решена, ничего не решена. Да, поэтому здесь и... Я сначала сказал, что доверия к Лаймдоте у меня нет, так как она обещает, а потом передумывает. В данном случае она тоже, как-то она повелась, она сказала, что она устала, дорабатывает и уходит. Поэтому, естественно, претенденты, другие политические лидеры начали искать замену. И в данном случае мне, конечно, я не очень могу представить, как я голосую за кабинет министров, который возглавляет слово «Таблтиня», так как без нашего участия в полиции, а она отказывается нам очень содрудничать, мы навряд ли можем участвовать в голосовании и голосовать «за». Но предложение претендента как раз по конкретной персоналии было логично, так как она лидер партии и необходимо было не то же менять курс, необходимо было ввести новый стиль управления. В данном случае не исключено, что как сильный лидер большой политической партии она могла бы навести порядок в кабинет министров, так как действия министров выглядели в этот период очень странно. Вы помните все эти конфликты между Рейерсом и Аугулисом, между Рейерсом и Белевичем, когда один обещал заключить договор по скорым помощям, другой говорил, что это невозможно. Помните, как снимался вопрос по параллельному импорту лекарств, как ругались они по тем же самым пенсионерам и говорили, что деньги есть, другая не работала модель. То есть в любом случае там выходило очень... Они уже не принимают тех решений, которые нужно вообще экономике и жителям в Латвии. Не принимают. То есть люди, которые каждый день встречаются с повесткой дня компетенциров, они прекрасно понимают, что дотянем мы до этой президентуры до конца этого лета и реально начнем тогда работать. Возможно. Да, а тут хлоп, август прошел почти уже, а изменений нет. Поэтому, естественно, есть четкий вопрос о том, кто будет будущим премьером, будут ли смены в коалиции, так как сегодня, например, ведущая газета Дена пишет, что давление национальное объединение в ближайшее время возрастет за их поведение и по бюджету и по всем остальным позициям. То, что министр юстиции ничего не делал, на него все рычат, господин Расныч, то, что у Матиса бардак в министерстве, то, что Герхерс ведет себя неадекватно, там что-то происходит. То есть в любом случае как-то все досиживали, а тут досиживающие начали как-то так замахиваться чуть ли не на еще один год такого непродуктивного видимости работы проведения. Еще один, Задок, мы сейчас примем добрый день. Слушаем вас. Добрый день. У меня будет вопрос, наверное, на риторический, наивный, но вот как он прозвучит? Неужели, в самом деле, господин Климентьев, не хочется ничего сделать по существу? Ну, то есть, мы говорим, ничего не меняется. Только что Абик сказал, но ничего не меняется. Ну, вот, сейчас приоритет Трейерс объявил здравоохранение. У нас вот постоянно звонющее, один из них я, любимый вопрос, у меня здравоохранение дороги. Ну, хоть что-то по существу, но навалится. Значит, что значит приоритет здравоохранения? Меньше трех процентов, я все время повторяю, в Эстонии и в Литве в два раза больше, так и останется меньше трех процентов. Дороги, дефицит, недофинансирование, четыре миллиарда, так и будем ездить по явам. Ну, вот такой вопрос, как бы, вот не хочется в самом деле немножко быть оппозицией, понимаете, но вернуться к тому, что побороться хоть за что-то, хоть там за несколько сотен миллионов здравоохранения, хоть там за пару улиц по существу. Спасибо большое. Да, что вы, видимо, собираетесь делать, как бороться? Нет, у нас первая половина передачи была о том, что если мы видим проблему, то мы пытаемся, не только парламентским путем рейти, но в том числе и судебным, да, то есть это основная работа наша. Что касается здравоохранения, я, мы на комиссии одни из первых, кто заявил о том, что ЭВСЛ, и один из больших проектов касающихся здравоохранения, нуждается в корейшем ревизии и запуске его в первом полугодии следующего года. То есть в любом случае это как бы наша каждодневная работа, что как оппозиция мы в рамках своих комиссий боремся с теми вопросами, которые, то есть что-то удается, например, по тем же самым скорым помощям или там о вопросе, касающемся финансирования больниц там, что-то не удается. То есть это не так, что мы сидим там и плачем, мы не во власти, поэтому мы не работаем. Нет, есть с закрытыми дверями, когда нет журналистов, когда обыкновенная рутинная работа, какие-то вопросы мы решаем. Там, где не решаем, там мы привлекаем средства массовой информации и так далее. То есть нет такого. Что касается сегодняшней ситуации, как бы там ни было, как бы плохо бы ни было с доходной частью бюджета, этот год намного лучше, чем предыдущие пять. То есть у нас перераспределение средств с каждым годом возрастает. Да, у нас возрастает немножко и желание жить лучше, и как раз качество жизни должно быть лучше. Но в любом случае, я скажу, что у нас бюджет растущий. То есть мы осваиваем каждый год больше и больше. То есть у Латвии такого большого бюджета не было никогда в истории Латвийской республики. вновь. То есть, ну, понятно, что хочется в один момент сразу все как в Германии. И мы это чувствуем не только по звонящему противослушателю, но еще и по контактам с людьми в регионах, там, где еще сложнее идет и так далее. То есть у нас регулярные встречи с Сашей Барташевичем, с Резекной, и с другими депутатами, которые работают непосредственно там и в Далгопе и так далее. Все, конечно, хочется сразу. Ну, пытаемся. Сейчас будет большое мероприятие у Яниса Рубановича китайских инвесторов показывать конкретные проекты, которые можно реализовать в Латвии. То есть, есть делегации, которые покидают республику для привлечения новых партнеров в порты и так далее. То есть, ну, как бы в том числе и наши депутаты, которые работают в оппозиции, но они же не в оппозиции к народу и к тем положительным процессам, которые проходят. Конечно. Да, Андрей Крементьев у нас был в студии, депутат Сейма, не успеем, наверное, больше принять звонков сегодня. Совсем уже мало времени у нас остается. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки иск будет подготовлен и подан в Конституционный суд. 3-го, 3-го сентября мы. Если правительство, я так понимаю, все-таки не выполнит свои обещания и не начнет сама перерастись. Мы не ждем сейчас уже от правительства ничего, они делают свою работу. То есть, вы действуете? Да, мы действуем уже. Понимаете, затрачен довольно большой ресурс и на создание человеческого... Выполнят обещания хорошо, не выполнят Конституционный суд, заставят, да? Да, я очень рассчитываю на Конституционный суд, поэтому выигрывали мы в судах уже дела и были выплаты и так далее. Неоднократно. Поэтому я очень так... Очень хороший иск, так что надеюсь, Мы тоже на это надеемся. Спасибо. Андрей Крементьев, депутат Семь, у нас был сегодня в студии.